Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Сегодня у нас ролик будет о полицейском участке. Я задался вопросом, а как же выбивать синюю карту капитана без огнестрела? Дело в том, что у меня очень немного на базе накопилось оружия ближнего боя, различные катаны, мачете и другая лабуда, а вот огнестрела нету. И сегодня мы в полицейском участке будем тестировать, сколько же можно пройти волн именно без огнестрела, сколько можно заработать различных карт капитана и вообще карт в полицейском участке без огнестрела. Все это мы будем тестировать. Поэтому, ребята, присаживайтесь поудобнее, ставьте лайк и буду рассказывать, что я делаю. Дело в том, что перед тем, как идти в полицейский участок, я ставлю самых топовых щенков у себя, у которых есть навык ищейка. Он увеличивает шанс выпадения редких деталей, ну всего редкого, редких ресурсов. А карты капитана, это и есть довольно редкие, потому что они синие, и выбить их непросто. Тем более, что в последнее время рейдеры их требуют. И, в принципе, как бы у меня не будет проблем с их добычей, потому что я все-таки буду выделять и покупать за золото. Но все-таки интерес меня взял, как же обычные люди, да, у которых нет огнестрела, новички, могут они выбить эту карту капитана или не могут? И сегодня мы с этим разберемся. Мы будем играть три раза, попробуем разные техники, и вы увидите, что с этого получится. Ясен пень, что это уже все записано, я чисто озвучиваю, и скорость тут, наверное, в три раза увеличена. Как мы видим, первая волна прошла без проблем. Вторая тоже прошла без проблем. Хотя катана это мощное оружие. Ну, я, конечно, решил именно с таким оружием сюда идти. Сюда нет смысла идти с чем-то слабым. Сбито сюда ты не пойдешь, правильно же? Мачете, катана, что-то такое более-менее быстрое по удару, а также убойное, можно сказать так. Это уже волна посерьезнее. Здесь уже прибежал этот бугай, он ревет. Я давно сюда не заходил, и потому я немножко не ожидал такого вот отпора, потому что обычно я стрелял по нему с различного огнестрела, и все было нормально. А тут надо пробовать совершать другие какие-то тактики для того, чтобы проходить. Ну, и если вы здесь проходили волны, то обязательно пишите, сколько волн вы проходили вот просто без пушек. И мне интересно будет вообще почитать. И ходите вы сюда, не ходите. Все обязательно пишите в комментариях, самые интересные комменты я обязательно лайкну. Мы видим, что самый простой зомбарь, штурмовик, да, у которого есть щит, он нам реально жестко сопротивляется. Ты посмотри. К нему просто так не подойти. То есть надо выжидать, пока он бросит свой щит. Когда он в сторону щит убирает, только тогда можно его ударять. Даже при том, что он вас дамажит, вы как будто оглушаетесь. То есть персонаж стоит, ничего не делает, как дурачок. Персонаж стоит, и все равно убегать не стоит. Главное, чтобы у него щит был в стороне. Итак, пятый. Я сразу понял, надо катану заменить, все заменить, и поехали. Здесь уже посложнее. Здесь и бугай, и зомби, которые восстанавливаются. Это зомби-офицер, по-моему, да? Или какой-то джирный. Ах, они жестко на меня напали. Зря, конечно же, я не сменил здесь броню. Но мы видим, что до пяти волн без проблем можно пройти с одной катаной, с броней, даже там уж пять аптечек. А вот дальше уже идет проблема. Шестая волна, это серьезная проблема. Так, вырубили бугая, тоже вырубили. Отлично, что мы видим? Надеваем новую броню. Тут у нас, конечно же, идет прокачка одновременно. Выбираем то, что мне понадобится в будущем. Да даже если не понадобится, все равно надо выбирать. Так, аптечки взяли, катаны уже. Труба катанам, берем новую катану. И сейчас попробуем тестировать. Зачем я вообще это пробую? Я еще раз повторюсь. В начале ролика я сказал, у меня проблемы с огнестрельным оружием. Я так много дострелялся, что оружия просто нет. Я бегаю так вот вблизи и пытаюсь как-то дамажить. Здесь намного сложнее, как мы видим. Бугай орет. И с ним непросто воевать. Кстати, я даже не успеваю от него отбежать. Вот в чем проблема, ребята, вы видите? То есть он такой скоростной. Так, уйдите отсюда. Кыш. Осталось два зомбаря. Зомби-фицер и штурмовик. Самое интересное, что штурмовик очень тяжелый зомби. Он очень много сносит брони. Возможно, даже и стоит сюда брать какой-то пистолет, чтобы его именно добивать. Но так как у нас ролик идет без огнестрела, потому пистолет я взял, но его не использовал. Зачем я его брал, не было смысла. Ну да ладно. Это у нас уже восьмая волна. Здесь два бугая. И с ними непросто. Они просто очень быстро, можно сказать, перезаряжаются. То один орет, то второй орет. Он оглушает. Я даже не могу отойти. Вот в чем вся проблема. Тем более, еще и бомбер там был. Ну, точнее, сапер. Реально жесткая тема. На восьмой волне мы здесь умерли. Давай мы соберем все карточки и посмотрим, что же здесь нам выпало. Вот одна синяя карта капитана без проблем залетела в нашу копилочку. К сожалению, мне для райдеров это не надо. Но в то же время моя задача была протестить и посмотреть, сколько вообще может человек пройти без огнестрела. Ребята, пишите. Может, вы там 20 волн проходите. Я не знаю. Но мне кажется, здесь больше восьмой. Ну, практически нереально. Ну, максимум восьмая. Ну, десятая, если вы прям уж так, я не знаю, суперскилловый. Так, давай, вторая. Пошла жара. Я такой уже, как бы, немножко на опыте. Такой крутой. Думаю, ну, все, сейчас буду их рубить. Я все предусмотрел. Видите, третья волна. Без проблем их рублю. Все отлично у меня получается. Вынес. Давай еще. Снова бугай прибежал. Давай, давай. Рубим их, рубим. Снесли бугая. Так, меняем катану. Все отлично. Что еще надо? Аптечки, да? Давай, пятая. Пошла жара. Здесь смотри. Оу! Бугай заорал все. Тут главное как-то бегать. Бомбер. Я забываю, что здесь вообще есть бомберы. Просто, когда ты с огнестрела под ним стреляешь, ты их к себе не подпускаешь. А когда именно ты в ближнем бою, это довольно сложно. Особенно штурмовик. Блин, это еще тот демон в броне. Я не знаю, откуда у зомби еще есть в голове ум, чтобы перед собой ставить щит. Мне кажется, зомби просто его сбросил бы, наверное. А если бы он и тащил его, то явно бы не защищался. Ну, у нас зомби какие-то, я не знаю, интеллектуалы, вундеркинды. Зомби понимают, что щита крутая тема, потому они решили вместе со щитом нападать. Так, тут у меня оружие, не знаю, надеть новое оружие, не надеть, броньку сменить, не сменить. Поехали, менять ничего не буду. И тут была, наверное, моя ошибка. Смотрим. На меня напали вдвоем. Смотри, за секунду они меня раздели, вы представляете? То есть, просто очень быстро вылетает дамаг по моему персонажу. Бедный мой супергерой в красных труселях. Он супергерой, ребята, потому что обычный человек, он не может в трусах противостоять зомбарю. Бах! В спину ему. Давай, бей, бей, бей. Смотри, тот орет. Здесь было очевидно, что на шестой волне, ребята. Я слился. Давай посмотрим, какие карточки я собрал. Собаки работают, навыки работают. Опыт у нас зачисляется плюс 124. И, по-моему, 11% навыков для выпадения редких деталей. По-моему, так называется эта тема. Ну что ж, у нас есть две карты капитана. В принципе, неплохо. Мы видим, что можно приходить в полицейский участок и выбивать карту капитана без всяких проблем при первой волне. Но это не 100%. То есть, где-то выпадение процентов 60-66, можно сказать так. Это у нас третий уже заход. Я думаю, надо испытать. То есть, я такой думаю, ну все. Я учел все здесь моменты. Думаю, буду броню менять. Буду менять мачета постоянно. Никто не сможет ко мне подобраться. Но в зомбаре, видно, думаю совершенно по-другому. Потому смотрим, что же с этого получится. Да уйдите вы от меня. Когда бугай орет, главное вовремя отойти от него. Но это довольно сложно. Потому что ты как бы бьешься, бьешься. И главное себя не загнать в угол. Давай. Ну, броня еще, думаю, одну атаку выдержит. Но должна же выдержать. Все-таки это четвертая, пятая волна. Пошла жара. Уже бугай пришел. Здесь уже бомбер приперся на пятой, да? Пятая волна, приходит бомбер. Видите, бугай встал. Все, они меня толпой. А когда бугай еще работает вместе с этим штурмовиком, да? То бугай орет. Штурмовик тоже, когда дамажит. Он же оглушает персонаж. Стоит какую-то секунду или две, никуда не двигается. Тоже довольно сложная штука, я хочу вам сказать. Да смотри. Видите? Он щит убрал, все. Штурмовик, кстати, довольно сильно ломает броню. Гад. Я понял. Надо броньку менять на новую, на топовую. Катаны. Ну, в конце я подведу итоги, потому вы поймете, как вообще надо действовать. И тут мы видим уже. Новая волна с приключениями. На нас нападают зомби. Кыш отсюда, чего вы приперлись? Кто-то глушает. Сложно, конечно. Я бью 35. Рядышком зомбарь еще хилится. Он 15 восстанавливает. Конечно, лучше сюда приходить, когда ты берешь вот этот торговец. Или как он называется? Мужичок, который стоит возле пикапа у нас на базе. Когда ты берешь у него усиление плюс 20% для оружия ближнего боя. Сразу сюда надо залетать. Вот тогда удары будут больше. Тогда будет немножко легче. Вы поняли? Тогда, по-моему, я с катаны то ли 42 рубил. То есть так она 35, а так 42. Представляете? Давай, руби их здесь. Приперлись. А ну кэш. Вот так это бомбер взорвался. Отлично. Орет. Видите? Гад. Он даже меня не выпускает. У него даже нету какой-то перезарядки. Допустим, он закричал и закричит через 3 секунды. Либо через 4. Он закричал и снова может кричать. И снова орать-орать этот бугай. То есть у него, можно сказать, перезарядки по крику нету. Все зависит от того, как ты бегаешь. Если ты отбежал далеко, то он тоже побежит и через время. А если ты будешь прямо возле него стоять, то он может просто тебе свистеть в ухо прям несколько секунд. Что и было здесь, если посмотреть где-то в середине ролика. Так, давай рубим этого штурмовика. И прошу заметить, у нас, я это уже понял после записи, седьмая волна. А очень мало зомбарей с картами. Всего лишь 4 зомби лежит. Если там мы выносили чуть ли не 10 карточек, да, за 7 волн. То здесь лежит всего лишь 4. Это не просто так. Так, заряжаемся. И думаю, главное пережить восьмую волну. Так, восьмая волна пошла, жара. Тут уже 2 бугая, видите? 2 бугая, это очень опасно. Один орет, второй орет. Они прям в углу зажимают меня. Я не могу ничего сделать. Ну что с ними бороться? Как бороться, блин? Пошли отсюда, кэш. Рубим, рубим. Отлично. Смотри. Хорошо. Восьмую волну пережил. То есть я, получается, мой рекорд 8 волн. Конечно, можно постараться еще максимум, да, 9 вырубить. Но там уже довольно сложнее, мне кажется. Тут уже надо какие-то бусты юзать. То есть какие-то ускорения для дамага, улучшения, как я уже говорил. Смотри. Напали толпой. Тут и бугай. Ай-яй-яй. Тут уже невыгодно. Я почти каждую секунду трачу оружие и трачу аптечку. Вы поняли? Прибегаю. Я очень сильно был разочарован, когда взял так мало карт. Я думал, ну тоже синенькая будет. А тут сказали воблер. А не будет тебе синей карты. Ты губу закатай, успокойся. И теперь давайте сделаем вывод. В полицейский участок стоит ходить раз в два дня. Можно даже ходить без огнестрела. Но желательно, чтобы у тебя был какой-то буст. И в то же время вы можете дойти без проблем до восьмой волны. Вам нужно где-то сорок аптечек. Можно, в принципе, и едой хилиться. Но лучше, конечно, в конце хилиться либо бинтами, либо аптечками. Также где-то два сета брони. Лучше, конечно, три. И несколько оружий. Сколько вы проходите без огнестрела? И какую тактику вы используете? И с каким оружием вы ходите в полицейский участок? Обязательно пишите в комментариях. Будет полезно как мне, так и другим подписчикам, которые смотрят этот ролик. Ну, а я с вами прощаюсь. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok